Решение римлянг в насилию явно отличалось от нашего. На роскошной фреске запечатлены события в Помпеях. Драка между местными зрителями и поклонниками гладиатора из другого города. Некоторые римляне высказывались против игр, но делали это по довольно странным причинам. Например, однажды Юлий Цезарь провел игры с особым размахом, но смотревший их великий оратор Цуцерон отозвался об играх довольно плохо. Что за радость цивилизованному человеку, когда какого-нибудь бедняга разрывает на клочки могучий зверь? Или величественного зверя пронзают копьем? Если нам предлагают подобное зрелище, то мы не увидели ничего нового. Последний день был отведен слонам. Толпы восторгались зрелищем, но они наслаждались им. Напротив, в них пробудилось сострадание, когда они пришли к мнению, что этот зверь в чем-то схож с человеком. Если римляне жалели слонов из-за схожести тех с человеком, это довольно странно, поскольку они не чувствовали никакого сострадания по отношению к представителям рода людского, особенно к мятежным гладиаторам и рабам. Когда Спартак с рабами и гладиаторами восстал против Рима, и после долгих сражений римские легионы одержали победу, римляне постарались искоренить любую возможность повторения подобной ситуации, распяв вдоль дороги между Римом и Неаполем 6 тысяч гладиаторов и мятежников. Римское общество было жестоким. Мы считаем Рим цивилизацией с развитой культурой. Мы видим утонченных образованных людей, окруженных варварскими племенами.